Начнем с самого последнего. На том залива в нем, скопайте мульчу памяти, тащите меня по нему в обе стороны, к испачканной киселем душевой, в которой плавает лебедь, и к ковыльным полям звезды плачут, дождь вспарывает потолочный ветраж, и мускулы жгутся ему в ответ, как будто можно спрятаться в другом месте. Вот такое. Сих порня. Следующее стихотворение географического характера. Полулета в долине бабочек. Чернохолодное зимнее море всасывает пустой термитник вертолетной кабины, Сгорбленные пассажиры третьего класса парома, Забыв, как есть, слушают вверх, где? Рыжий лихор в ледной шапке, Кутаясь мерзлой попоной, На уровне башни или горного пика, Он завис, записан на диск и забыт, Что видно с этой позиции невнимания, Ему, так любившему все рассказывать, С равным успехом ковчега Дину, Дальние козьи тропы, Дикорастущая смесь слабого солнца с водой, Барахтаясь, закрывает остальное, Дымные, тающие, Как ощущение чистоты, Останки рифов, Унизанных съежившимися антикомаринами стиралями букв, Замещавшими до этого аспект истории. И вот уже пассажиры, чьи пальцы, Работа на отделении, Простукивают воздух, Удаляя его, группируются, Справа жирандисты, Слева кто-то еще, Кустарное акулоразделочное предприятие На горизонте Обдает пейзажи к жирам, Не относящимся ни к акулам, ни к чему. Такое. Такое стихотворение. Вот это очень личное, Называется, Посвящается матери. Такая фрейдистская история. Ты начал писать? Я начал писать, Наверное, когда не было 15 лет. Тебе сейчас сколько? 19, недавно стукнуло. Фрейдистская история. Они шли и молились, Мамочка, я забыл самое главное, Соревнования, кто прокричит дольше, Сидя на одной из тех странных вещей, В которые превратимся после смерти. Их хранит город, как мы, Вейзажи. Ее рука под нашим одеялом, Не залезая сюда, Не напоминает уже О кусках домов отдыха, Плюс, Лягушках, Ужасающих лягушках, Пластмассовых чемоданчиках, Торцы битума, Шифер, Маленькие тени сережки, Нафабриной густо кроны за окном, Русь подрагивает страшась Собственной экспансии, Пустые спортплощадки Слипаются в змейку-конструктор, Здесь тебя примут за волка, Но купят еды, И видно, что дальние берега, Стены немного другого цвета, Про мамочку. Все, и самое последнее Посвящается Владимиру Кошелеву, Редактору поэтического Литератала Флаги. Про поэзию. Погнали. Песни жаворонка, Пестрые будочки и палаточки За околицей, Чудеса апостропа, Тайны точки запятой, Но он вынужден отказаться, Запускается CGI, Гуляет по полю, Нового человека впускают к ней, Зерноочистительная машина Изучения алфавита Размером с город, Желоба, Раструбы, Как трущиеся зубья пилы, Вкус увиденного в микроскоп Двигается к воронке, Тому, кто выжил, Открывается первое слово, Ветер, Ветер гуляет по полю, А дальше первый экзамен, Скручившись в кресле, Сам не знаю, что говорит, Профессор дает задание Перевести рыбки, Целые рыбки, Сардинки Из шрифта Джорджия В никакой, Независимо от последующего, Он будет ощущать свое тело, Пока испытание продолжается. Я не знаю, Надо ли мне вас вызывать, Потому что это как-то неловко, Непонятно, Но давайте, правда, Еще только рандомно попрошу Саши, Почитайте, Что? Хорошо, Хорошо, Почитаем. Я вообще приехала из Москвы, Из Москвы как-то, Вот, Поэтому, Я тут случайно вообще оказалась, Просто такая, Давай, Можно тебя, Как-то сюда, Отдыхнуть, Так, Давай, Спасибо. Вообще, я надеюсь, спасибо большое, что она вообще есть, и то, что она устраивает такие прикольные штуки. Пожалуйста, подписывайтесь на Телеграм-канал. Это, кстати, не проплаченная интеграция, просто очень нравится её канал. Там очень много полезных штук публикуются. Я сама почитаю свою маленькую подборку. И, наверное, прежде чем начать, хочу сказать пару слов о том, что-то такое вообще на меня поэзия. Наверное, я промолчала всё то время, когда нужно было говорить, наверное. Но это я просто сыграла мысли в пучку, потому что обычно, когда человек в Small Tokyo начинает... Я восхищаюсь людьми, которые могут говорить, когда их спрашивают. Я вот говорю, когда меня не спрашивают, и поэтому мне бывает очень вкусно за это. Поэтому я скажу, что для меня поэзия — это, скорее, как комментарий на действительность. У нового издательства в 2022 году выходило переиздание книжки Ропенштейна «Мама была рама». Это же вообще карточный роман, и он читал его на карточках вообще. Но это издание уникально тем, что он даёт комментарии ко всем своим карточкам. Типа, сначала говорит «Мама была раму», и он объясняет, почему «Мама была раму». И так все карточки подряд. И в начале во вступлении он пишет о том, что вся литература сейчас, да и, в принципе, наверное, вся литература после Древней Греции и Древнего Рима — это комментарии на всё происходящее. И для меня, наверное, всё то, что я сейчас делаю — это как раз попытка прокомментировать, попытка как-то для себя, может быть, срифмовать и срифмоваться в действительности, потому что это бывает очень сложно и невыносимо. Ну, короче говоря, всякие такие страдальные штуки, которые, наверное, всем не помню. Вот, всё, я закончу. Сейчас начну. Так. Листик в листве прокручивал сюжет. Вот так, сорвавшись, жилка за жилкой, смело говорил. «На остановке, пожалуйста, остановите». Поле сборнулось. Второй стушок. Вышивает крестиком. Насвистывает на уху. На солнце смотрю сквозь фантик. Конфеты-васильки. Вижу каждую смятую жилку. А язык мне говорит. Это так невкусно. А фантик вырывается ветром. Кружится, кружится. А упав на землю, глядит гранитное исчезающее лицо человека. Взрослые между собой говорят, что всех нас обязательно ждёт стратосфера, цитрон и ласточка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и последнее. Мне очень жаль, что я не бабушки фарфоровый слон. Ныне и ни слов во веки веков не сям. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас есть добровольцы? Опять Вас вызывали? Открывается Дмитрий Григорьев. Жду ответов на броварный вопрос «Зачем Вы пишете?» Пишу и всё. Потому что пишется. Не пишется, не пишу. Все очень просто. На самом деле, я думаю, что мы будем говорить о детерморфном стихе, у меня как-то аргийский, так как вроде этот термин придумал великий знаток Верлибра Юрий Аргийский, и он меня в качестве иллюстрации даже там выставлял, что, дескать, вот у меня детерморфный стих, вот вы слышите, как это звучит, блин, блин, вот, поэтому я сделал сначала одну подпорку, но здесь я услышал прадедушку, а не прабабушку, а у меня есть стихо, а у меня нет прадедушку, поэтому я считаю, прадедушку, Ракета Вот они, три брата, летчик Первый мировой, пехотный офицер и мальчишка в гимназической форме, самый младший, мой дед, один уйдет в 16-м, другой в 19-м, а самый младший в 79-м, он успеет передать мне наручные сессы ракеты, я примчусь автостопом в Швенчонис и застану деда на самом пороге, а орда уже разорвалась, И кровь покидает сердце Сессы остановились сразу после его смерти И больше уже не ходили Завернутое в брезент тело ехало в грузовике до Ленинграда Стрелки часов на моей руке были неподвижны, но время летело, ведь не зря сессы назвали ракетой Дед рассказывал, что старший брат, выпрыгнув из падающего самолета, в сугроб повредил ноги, но умер не от травм, а от воспаления легких, не дождавшись ни начала революции, ни конца войны Лети, лети, моя ракета, мимо солнца, мимо луны Средний брат, в небольшом чине, кажется поручика, когда ему предложили служить советом, отметил, что присягал лишь Богу и Государю Его расстреляли вместе с другими офицерами Откуда дед узнал об этом, я не спросил Лети, на свет, моя ракета, лети, пока хватает сил Аплодисменты Сейчас я на закладку, на закладке у меня немножко... Да, мы говорили о Хайдегере, да? Ну вот как бы тоже, опять же, и гетраморсный стих, и там же как бы упоминается некий философ Не думая о следах, старик идет через болото с еще двумя, по младших сумерках дичахлые сосенки А далее трясина, гладкий мох, в кровавых каплях, клюк водозревает осень Не думая о следах с коричневой водой, о всхлипах под ногами, зачем, куда бежим Он щурится на дымку, в которой скрылось солнце Там дом на острове, о нем никто не знает, никто не знает, и никто не даст ответа Нам нечем говорить Когда-то он писал, я без другого невозможно И он идет один, пытаясь гать нащупать Но каждый шаг, лишь судороги почвы, боль земли Качает каждый шаг болотный мох на кочках И позади, где кромка леса, лая собак Однажды в наш дом пришли крысы Мы знали, как с ними бороться Стреляли из рогаток и пневматических ружей Рассыпали отравленные семена ядовито-зеленого цвета А что делать, если нет крысолова, рисующего дудочкой мелодию простую Крысолова в пестрых цветных одеждах Идущего до воды, что смывает беды Но крыс становилось все больше Что им рогатки, ружья и отравленные семена Они только росли и жерели Забирались в наши постели Примеряли наши имена А что делать, если щелкунчик не превратился в принца Остался игрушкой на высохшей елке Валяется на какой-то из помоек Как-то крысы вдруг сами исчезли Теперь к нам приходят соседи Мы играем в веселые игры Стучим коготками по полу Хвостиками друг друга цепляем Ну вот, на самом деле, у меня есть и такие стихотворения, как песенки, что ли Ну, на самом деле, как бы, я вроде не здесь помню Песенка нехитрая вертится в паште Соль земли закончилась в нищенском мешке Дай мне соли, матушка, дай потык в оток Будут тебе милости, буду не жесток Дам тебе я соли, дам тебе всего Лишь избавь от боли сына моего Где же сын твой, матушка, видишь, дурачок Там дымится, крутится, серенький волчок Там дымится, крутится, много дней подряд То ли птицы кружатся, то ли листопад Эта моя песенка вертится в паште Ничего ужасного нету вдалеке Сын вернется легонький, словно ветерок Дашь мне соли, матушка, пустишь за порог Давайте я разнообразие для Кирилла Шубина попрошу прочитать Я, наверное, начну с того, что скажу совсем за комментарий Потому что, да, я ощущаю, понимаю, почему В принципе, так построен разговор о поэзии В то же время для меня Моя рейка была связана с тем, что В принципе, вот эти категории хорошего, плохого поэзии Они существуют даже в профессиональном поле Они всегда все равно повторяются-повторяются И это вызывает некую тревогу Которую я не знаю, как изменить Потому что формат все же меняется Вот Это И зачем я пишу стихи? Опять же Я не думаю, что можно дать ответ на этот вопрос Пишу потому что пишу или просто потому что некоторые вещи мне нравятся И какие-то мысли не нравятся Я хочу их формально, я хочу как-то разбить И просто написать Вот И я хочу почитать вашу цикл Релих и жираф Голби белки и сороки Эпиграф Из Голби белый Воза жираф Ту Кейтапир Итваз Хар Воза жираф Из Голби Воза жираф Ту Кейтапир И вот Луку в поле сидеть В нем приходилось кивать Голуби кивали И по крашкам издевать И к зону вырежьте Оставлял кутил и сжигал зорочки Было три моротника в основном в Петрограде Жираф или тень Он берет офицера Харм сидит в поле Она напитится Шишки на ней стали деревни На цветы глаза Беги уползают Они выползают Сползи Ты гляди Пулемет стащили сороки Рерих обливает шар По кругу гнезда Эти голуби остаются Йорванка на тот Третье Это Бауманский парк И в нем Рерих как рай Рерих луна Рерих завесил карие арки Опавшими темными шайбами Голками Забываемыми олеями Главе плеси милиции На груди Рериха 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 Обездвиживает Разложенное одеяние Сону тебе пальцем Укора И левое Удовольствие себя Бескровного Правое Страховое Ту ее Трось его Как обычно на левое Жираф Как долго его написать И как все Пробыть Пропущенное колокоплечо Растающее Где жираф ты Квести Как довестись Тем безруким На площади не очень Молиться Холостым пальто Четвертое Илли Рерих Илли Рерих Роза Спорхнула Спорхнула Осоль Тень поднесла Клином за солнцем Выжигшим в шар Так что остались Итхистая рыбка И третья рука Илли Рерих Укрылся леглой Занесенный последу Спущенного менталя Ахристая Держившая всем Чем возможно укрыться И тут Рерих Заставился креститься Целав Некуда А туда Куда Иллики забирались Играя из солнца Пятая Последняя Василия Строится Рерих Тысячелистная круша По хозяину Что короче подтяжек Рерих По сорокам Четвертой цепки Рерих Коленка орбитального Ф Билди Стрипкет Ногой Точно и слевший Чтобы броситься Выбросить ребром Заступник всех бабочек Расцарапанных Колод Промокший Изменность нестекшая сам Спички крювы На одной ноге Тичь листцов из клыка На другой Железно смыкается пыль Ты раздет на корню И твой локоть не пугал Реша Спичка, ждущая море Куда встрятся слова Т Т Пропавший, ненадятен по линиям Не выпущенный газет Чиркаешь Она лучистая Цветится чист глазовей Выжимающий трение Энджих Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Можно сидеть, включаем? Александра Цибуля АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте Я прочитаю, наверное, тоже 4-5 стихотворений Из готовящейся книги Пока под условным названием Татуировка в виде косули Дубовый лист — это открытая ладонь в плане доверчивости Утки, каплевидные острова тепла или паящие в воздухе камни Мальчишки с длинными пальцами на ногах приснятся, чтобы напомнить о чувственной жизни В середине осени на Дацане наконец стали подсвечивать золотой ганжир Чтобы он освещал дорогу до улицы Савушкина по вечерам Зерно для птицы, кошачья еда в пластиковом контейнере на автобусной остановке под рыхлым снегом Объявление о пропавшем питомце, беспородное, средней пушистости, хвост баранкой Олени-патронусы на школьном козырьке, излучающие величие и бесстрашие об утренней дымке Афиша выбора президента России на дверях поликлиники и грустная елка внутри На выходе с эскалатора рассыпаны шоколадные конфеты в форме сердец Беззвучный салют из окна электрички и последняя книга, которую я прочитаю в этом году Погружаясь в глубину синего Многочисленные обломки фанеры в форме деталей домика Дверцы, какой-то таинственный механизм внутри, как в музыкальной открытке С цветными проводками и маленькой микросхемой Возможно, скворечник с увлекательной мелодией, имитирующей пение птиц Все это распалось на множество частей и брошено под деревьями Недалеко плюшевый медведь мокнет в кустах, размером с небольшого ребенка Он выглядит жалким, голова запрокинута, и пух торчит изо рта Белый, словно пена или слюни, возохлебнувшие